Ну и также в Москве разыскивают троих грабителей, которые обчистили подростка в лифте его собственного дома. Разбойники очень старательно прятали лица, ведь в подъезде как минимум четыре камеры видеонаблюдения. Но нашему корреспонденту Михаилу Долгову удалось достать кадры, где прекрасно видны лица бандитов. И теперь их ищут не только полицейские. Молодой человек заходит в подъезд. Следом за ним, пока железная дверь не закрылась, еще трое. Сразу несколько камер наблюдения фиксируют каждый момент разбойного нападения. Жертва вызывает лифт. Он оказался на первом этаже. Казалось бы, злоумышленники не успеют, двери уже закрылись. Но в последний момент один из бандитов успевает вставить руку в зазор. В это время остальные сообщники следят за тем, чтобы в подъезд никто не зашел. Подросток даже не успевает понять, что происходит. Один из налетчиков достает пистолет и приставляет его к голове школьника. После того, как грабители вывернули все карманы, они еще раз бьют несчастного рукояткой пистолета по голове. По словам Павла, это он стал жертвой бандитов. Скорее всего, разбойникам понравился дорогой телефон, который был в руках у подростка. Я зашел в подъезд и увидел, что около подъезда стоят трое нерусских. Ну и решил подальше. Пойти уже в подъезд просто. Несмотря на то, что ограбление длилось всего одну минуту, для школьника время шло мучительно медленно. На съемках плохо видно, но кроме пистолета в руках бандитов был еще и охотничий нож. Он начал доставать нож, достал нож, вынул его из чехла и приставил к пальто. После этого начал мне утверждать, давай вынимай все из карманов. У меня было плеер, 200 рублей и телефон. Несмотря на экстремальную ситуацию, подросток пошел на невероятный риск. Улучив момент, он решил выкинуть дорогой смартфон. Я его аккуратненько достал незаметно и кинул в шахту лифта. Быстрым таким движением, как будто упал. После чего поднялся и в этот момент меня ударил прикладом второй. Родители мальчика уже написали заявление в полицию и передали следователям главную улику – съемку с камер наблюдения. Сказали, что это дело раскрываемое. Мы еще не видим никаких сдвигов. Многие жители дома хотят помочь в поисках банды-грабителей, которые орудуют в районе. Лариса Голубева несколько раз пересматривала эту запись, чтобы как следует запомнить лица злодеев. Я все видела, о чем говорить. Потому что я, собственно, как о него стукну, как мне ударили, какой пистолет. Он высокий, почти метр восемьдесят пять, наверное. А другие маленькие, небритые, узенькие такие. Увидели, что камеры тут же вот так вот шапочку свою надели, чтобы не показывали. Павел, в свою очередь, хочет распечатать объявления с лицами подозреваемых и расклеить их около ближайших автобусных остановок и станции метро. Михаил Долгов, Вадим Московский. Экстренный вызов.